С днём рождения тебя! С днём рождения, Жанечка! Спасибо! Давай! Браво! Желая загадала? Да! Молодец, молчи! Я понимаю, что у вас на крыше нельзя делать шашлык, а здесь точно можно. Мы всей семьёй собрались, как вы уже видите, на крыше нашего дома. И это не потому, что мы вот такая семья Карлсонов, а потому, что нельзя детям выходить из дома. Всем привет! Это канал Turkish People. Меня зовут Аня, и у меня сегодня день рождения, мне исполнилось 8 лет! Ура! Всем привет! Меня зовут Елена, и вы действительно попали к нам на день рождения, день рождения нашей Анечки. Всем привет! Мы всей семьёй собрались, как вы уже видите, на крыше нашего дома. И это не потому, что мы вот такая семья Карлсонов, а потому, что нельзя детям выходить из дома. Хотя и взрослым сегодня тоже после двух часов, и до понедельника надо сидеть дома, максимум можно выйти купить хлеб. Ну, а всё остальное закрыто. Это как бы о грустном, о самом хорошем скажу, что с 4 мая в Турции начнёт постепенно сниматься всякие ограничения. Самое первое, что я уже увидела, что продуктовые магазины будут работать, как и раньше, до всех этих событий, до 9 вечера. Это вот как бы самое первое. Очень надеемся, что скоро всех детей выпустят на улицу. Мы обязательно устроим нашей Анечке ещё праздник вне нашего дома, потому что дети очень устали, конечно, сидеть здесь. Но развлекательные места будут тоже закрыты, поэтому будем искать интересные места на улице, и я надеюсь, именно на пляже. Потому что по морю соскучились абсолютно все. Ну, а что мы здесь? Вот накрыли стол. Аня у нас любит мультик. Элиса, холодное сердце. Вот мы купили всё, что нашли в ближайшем канцелярском магазине, связанное с этими, и другие подарки у неё тоже такие же. Ну, и, конечно же, у нас будет шашлык. Шашлык будет из курицы, потому что у нас Аня любит курицу. Вчера Юсуф замариновал мясо. Вкусношко. Ну, я думаю, зрителям интересно, что бы мы добавили сюда. Русская система. Русская система это в чём заключается? Потому что в Турции делают не так, а здесь больше острого бы перца было бы однозначно. Ну, у меня других специальностей есть. Короче, как дети любят, как Фрусду любят, там между... Чтобы не острое было. Вот, главная у нас система это неострое. Между серединкой я нашёл. Ну, это русский систем. Немножко по-другому попробую. Немножко по-другому. Видите, здесь другой. Здесь другой. Но, видите, курица куплена у нас у Касапа. Это мясника. И именно мясник её и разделан. Видите, она разделывается не так, как в России. Надрезается по-другому. Это куриные ножки, потому что именно ножки любим мы все. А здесь в Турции любят куриные крылышки. И крылышки стоят дороже всего в этой курице. Дети уже в нетерпении ждут. Ну, вы видите, турецкая крыша это нечто универсальное. Если сверху не надстроена квартира, то этой крышей могут пользоваться все жители дома. Ну, про батареи солнечные и бочки я уже рассказывала, поэтому не пугайтесь, что они здесь. Благодаря вот им у нас в квартирах есть бесплатная горячая вода. Мы только платим за холодную. На море детей не смогли отвезти. Привезли море домой. И песочек, да. Вот ездили. В последний раз, когда мы были на море 29 апреля, мы оттуда привезли ведерко им. Песка, камешек. Ну, камешки, видите, какие-то маленькие здесь. Вот они небольшие. Вот мы ездили не в Кемер. А в Кемере большие камни будут. А еще смотри, что есть. Попушка. А он в пакете там, смотри. Это нам зярые. Да. На море хочешь? Да. Тут онлайн море. Онлайн море. Да, вот сейчас заставку моря здесь сделаем. Как будто мы на море. Этой крышей пользуемся мы все. Соседи у всех есть ключик. Выходит. И не только мы так делают. И вот на других крышах. Вот у кого так плоско сделано, тоже выходит. И дети играют. Мы здесь видели, запускали воздушных змеев. Так что в Турции важно иметь большой балкон. Ну, и, конечно, здорово, если есть еще крыша. Я понимаю, что у вас на крыше нельзя делать шашлык. А здесь точно можно. Изоляция здесь, в Анталии, у нас прошла. Я вам скажу, что вам не очень сложно. И то мы переживали, расстраивались. Посмотрите, сколько воздушных змеев летает. Вот там, вот вверху. Да, очень мокро. И я почти... Я тоже хотела купить сегодня. Но я потому что вчера заходила, когда вот покупала вот это все для дня рождения. Там воздушных змеев распаковывали в канцелярском магазине. Зашла сегодня, уже ни одного не осталось. Вот раскупили. Где-то они сейчас все будут летать у нас над головами. Кстати, в Турции тоже отмечается 1 мая. Называется Ищибая Рамы. То есть, это праздник рабочих. Раньше бы был выходной день. Ну, а так выходной день теперь у всех. Это уже очень вкусно пахнет. Ну, кроме курицы, конечно же, обязательно жарятся здесь овощи. Мы любим перцы. Баклажаны мы не готовим, потому что здесь принято с баклажан готовить салат. Ну, а с острым чесноком. Мы его, честно говоря, не очень любим. Но если бы у нас были гости, салат из баклажан был бы обязательно. Что, ждем, когда приготовятся? Да-да-да. Сколько вы будете платить мне? Да, Юсуф есть набеги будет. Он нам только готовит. Поэтому с нас, говорит, и цены спрашивает. За сколько нам продаж? Знаешь, на улицу ходить нельзя. Ага, да, на улицу нельзя. Поэтому цена в два раза больше. Кормлю вас, ребят. А сколько жарится должно? Огонь, какой огонь? Да, нужно быть самым меньше огонь. И долго-долго, но при той же пожаре. Потому что я мариновал совсем другой. Не такой маринованный. Русский маринованный я придумал делать. Половинка другой, половинка другой. А сейчас, когда попробую, я... Ну, тебе еще надо было... Надо было еще третий вариант в кефире намариновать. Нет. Русский и турецкий есть сюда. Здесь турецкий и здесь русский, понимаешь? Угу. Потом попробуем, какой лучше. Конечно, наши вкусы это русские. Но в Турции только перец добавляют сверху, перемешают, пожалуйста. На русский не так. Видишь, сколько зелень, милень там внутри еще. Конечно, это мои секреты. Не надо, не надо. У каждого свой секрет есть про как делать шашлык. Да. Я вчера купила уголь, а вчера и такой дождь сильный пошел. Прямо, когда вышла из магазина. Мы вот этот уголь сушили сегодня, вот всю ночь. Лео, мама? Да. Ну, вчера был дождь, завтра обещают дождь, а вот сегодня прекрасная погода. Специально для меня. Специально для... Анечка, тебе очень повезло. Да. А я вот очень хотела, чтобы у меня дочка родилась именно 1 мая, потому что прям вот говорила, она у меня родится 1 мая. И правда, 1 мая родилась? Мне срок ставили 3-го, а я говорю, 1-го будет. В 5 утра, это мое солнышко появилось на свет. Да. Вот уже такая большая. Вот поглядите, какая она большая. Ей 8 лет. Придет в школу, так вообще не узнает, она еще больше стала. Мне кажется, я... Ты идешь помериться ростом. Ну, иди ты помериться ростом. Да, ему еще нет 5 лет, 5 лет будет в конце сентября. Тоже вот такой вот мальчик вырос. А почему дети быстро растут? А потому что хорошо питаются. А еще почему? А потому что пьют кефир, айран или молоко. А еще потому что здесь очень много солнца. Мы каждый год действительно приезжали сюда на все лето. И витамин D появляется. О, витамин D, правильно. И вот так рост. Ну, скоро мама будет вот такая. А вы уйдете. Андрей уже меня перерос. Уже вот я на него вот так смотрю. Так, выпрямились. Вот. А теперь прямое. Конечно, очень радостно. Когда дети растут, вот они... Я люблю маленьких детей, но еще больше люблю, когда они побольше становятся. Когда с ними можно общаться на равных. Вот мы с детьми, правда, никогда не сисюкаемся. Мы с детьми говорим как с взрослыми, даже вот с такими. Хотя, вы, наверное, сейчас-то слышали, мы называем малыш. Потому что когда он себя ведет как малыш, он малыш. А когда ведет себя как взрослый, он его называет Владимир. А еще у него второе имя есть. Иса. Мне подарили цветок фиалка. А знаете, почему фиалка? Потому что ее зовут Анна Меникше. А Меникше с турецкого переводится как фиалка. Так звали ее бабушку. Ну, так еще больше ей понравилась, конечно же, куколка. Ну, куколка. И запломастеры, карандаши. Ну, в общем, все, что было в Киртасе, наверное, ей подарили. Да, потому что заказывать в интернете игрушки или еще что-то такое очень сложно. Мы подождем, когда в ближайшие дни откроются магазины. Мы еще раз сходим и накупим все, что ей нравится. Кстати, новая футболочка тоже пришла ей для подарка. Мы покупали. Мы уже ее распаковывали, кстати. Из магазина H&M. Я все видела, что вы там из пакетика доставали вот эту футболку и там, которая дома осталась. С шортиками там вот. Да, в общем, она тоже внимательно смотрит наши видео. Нет, мам, я после двери смотрела. Она еще раньше смотрела. Когда мы еще не выложили это видео. Вот такие классные дети. Еще ракушечки. Вот так вот. Нашли все ракушки. Вот юный помощник. Так, давай ищем соль. Еще, еще, еще. Дай, Боба. Я лучше. Солим мы в конце. А до этого ты соль добавлял? Нет. Вообще не добавлял? Я маринован, соль не добавляю. Только перец. Да. Чеснок, лук, перец с молока, ребята. Слышали, да? Да. Чеснок, лук, молока и перец. Перец сладкий, красный перец. Кто-то острый любит, конечно, добавить можно острое. Но еще есть 2-3 штук я добавил. В других вкус. А в общем, сколько перцев дома есть? Все насыпаны. Нет, надо попробовать. Потом надо рассказывать людей. Потому что... А то вдруг... Не надо испортить у них продукты. Надо попробовать сначала. Ну, крыша у нас большая. Мы сейчас перешли на другую сторону. Вот здесь у нас выход на улицу. Кто смотрит наши видео регулярно, уже эти виды знают. Особенно, кто смотрит наш инстаграм. Андрей из окна показывает про погоду отсюда. Да, наши окна, квартиры выходят именно в эту сторону, на солнечную сторону. Вы видите, дома у нас примерно все здесь одинаковые. 4-5 этажей. И мы здесь не единственные на крыше. Поглядите, видите? Там двери красят. Там просто люди гуляют. Действительно, людям стало очень-очень скучно. Вот, ну, целый месяц мы сидим дома. Вот только по будням взрослые могут выходить. А ведь сколько детей, сколько пожилых людей, которым запрещено выходить на улицу. Да, все выходят. Но где-то ходят рядом с домом, где-то в своем вот махали, недалеко отходя, вот, и оглядываясь по сторонам. Конечно, все хотят двигаться. И уже вот выходят на крышу, уже не знают, чем себя развлечь, занять. Кто смотрит наши видео, уже знают. Про крыши мы рассказывали. Мне спрашивали, жарко ли на верхних этажах, кто живет. Я сказала, у кого вот так вот надстроено, видите? Вот у них жарко. А у кого плоская крыша, вот как обычная, ну, в принципе, температура максимум на 1 градус будет больше. То есть там одинаково. Жарко именно вот в таких мансардных этажах, в этих вот домиках. Так вот у нас 22 градуса сегодня, не жарко и не холодно. Очень приятная и комфортная погода. В Анталии здорово, даже на крыше. Главное блюдо наше сегодняшнее уже практически готово. Вот уже выкладываю. Мы сейчас сядем есть. Ну, у нас, видите, 4 тарелки, 4 стакана. Юсуф просто жарит. Мы, конечно, столько не съедим, он будет есть вечером. Спасибо, чтобы бывали на мой дне рождения. Мне не одиноко. Мы все дружно, вместе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, что не просят наше новое видео. Ну, еще нажмите на наш инстаграм, подпишитесь. Вот. Ссылочка будет в описании. И всем пока. Всем пока. Поддержите молодого блогера. Какой у нас большой торт. Очень вкусный. А кто-то крем себе украл? Кто украл крем с тортом? Я. А, Елена, твой тарелки дай. Давай сюда. Ну, ты же мой торт. И мне тоже не забудьте положить. Хорошо. Вау. Слушай, какой он прям вкусный. Давай Андрею торт. Это и мне. Пишите в комментариях. Да, пишите. Обязательно ответим, был ли он вкусный или нет. Ну, конечно же, он будет вкусный. Это вам. Да. В общем, можете писать комментарий, поздравлять Анечку. Анечке будет очень приятно. Спасибо.